МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот фильм – дань памяти великому труженику, талантливому организатору и руководителю Николаю Семеновичу Охлопкову. Более четверти века он проработал в правительстве Якутии. Сначала заместителем, потом первым заместителем председателя Совета Министров. Курируя несколько ведущих отраслей народного хозяйства, Николай Охлопков внес большой вклад в социально-экономическое развитие республики и оставил самую добрую память в сердцах соратников. Николай Семенович Охлопков родился 7 мая 1929 года в селе Кёдёхы Намского района. Его предки Казановы и Охлопковы всегда отличались добрым нравом, трудолюбием и честностью. Люди были мастеровые. Дед Михаил был замечательным плотником, строил в Якутске дома на заказ. Старший брат Егор был председателем колхоза, а отец, Семен Михайлович, являлся бессменным председателем ревизионной комиссии. Будучи самым младшим ребёнком в семье, Коля Охлопков тепло вспоминал о своём детстве. Однако учиться ему пришлось в трудные военные и послевоенные годы. Несмотря на то, что в целом учёба давалась легко, получить медаль помешала единственная тройка, поставленная не в меру принципиальным учителем географии. Но все эти досадные огорчения перекрывались внезапно нахлынувшей на юношу трепетной любви к своей однокласснице Маше Дьяконовой. Родители познакомились в школе, в намской средней школе, в старших классах. Отец старший был на год, но он один год не учился, ухаживал за больным отцом. И потом они оказались в одном классе с мамой. Отец был лучшим учеником, отличником, и все его очень уважали. Мама не знала о том, что она ему нравится. И они жили в интернате в то время. И там у них была почта, так называемая. Значит, переписывались друг с другом. После окончания школы он поступил в Ленинградскую лесотехническую академию и уехал на долгие пять лет. А мама поступила вот здесь, в Якутский пединститут. И опять-таки папа регулярно писал ей письма оттуда. Свою любовь Охлопковы пронесли через всю жизнь. Ни время, ни расстояние не были им подвластны. Поженившись, они всегда поддерживали друг друга, чувствовали родство душ, понимали с полуслова. Так и жили, даря частичку себя и делясь своей энергией. Все, кто знали их, считали их идеальной парой. Потому что это действительно так. Наш отец очень любил нашу маму. И вот есть такое выражение, что самое большое, что может сделать отец для детей, это любить их мать. Вот он это делал. Начало трудовой биографии Николая Охлопкова совпало с началом семейной жизни. Всего в семье было пятеро детей. Воспитанием девочек занималась в основном мама. А вот за мальчиками всегда приглядывал папа. Братья рассказывали, что вот вечером сидим за столом, вечером, значит, за ужином. Они сидят напротив и говорят, папа как рентген, говорит, вы смотри. Вот он только мальчик, а в нас он это... И спрашивал, вот что вы сделали, какие оценки получили. И как будто бы вот он говорил, что все, говорит, знает все наши эти проступки или что. В общем, ну он строго относился к сыновьям. Таким же строгим и принципиальным Николай Семенович был и в работе, что и помогло ему пройти все ступени профессионального роста. Карьера Охлопкова началась с назначения Валекминский леспромхоз на должность мастера. Ну, после этого он такой авторитет завоевал вообще. И назначили его сразу инженером, техническим руководителем всего лесоучастка. За шесть лет они открыли новые участки. Дапарай, Тунгушкель. Но когда этот разрабатывали новый участок, Николай Семенович неделями жил вместе с рабочими, только приезжал поздно в субботу. Летом, в селье 59-го года, его назначили главным инженером веспромхоза. Большая семья, тяжелая и ответственная работа, связанная с частыми командировками, все это требовало предельного напряжения и четкого режима дня. Ранний подъем, утренняя пробежка давно стали нормой его жизни. Да, он рано очень вставал, в шесть уходил, рядом зеленый лук был. И обязательно, значит, прогулка утренняя, ну, там зарядка, наверное, небольшая, ему это было необходимо. Вообще он в молодости был спортсменом, лыжами увлекался. Закалив еще с молодости свой дух и силу воли, Охлопков с головой уходит в работу. В то время в промышленности было мало представителей коренной национальности. Может, поэтому в 1959 году молодого технолога-новатора, руководителя, пригласили на работу в промышленный отдел Якутского областного комитета партии. Он стал первым якутом-инструктором в этом отделе. Через два года его назначают заместителем заведующего отделом промышленности. В общем, он разговаривал, как о рабочем, понимаете, там. Ну, он же производственник был, и поэтому он знает, как о рабочем обращаться. Но никто не чувствует, что когда он сидит и говорит, что это очень большой начальник, как друг разговаривали, друзья. И все его, и рабочие, и районные власти, все очень уважали его. В 1962 году его отправляют на учебу в высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве. Через два года с дипломом по специальности экономикостроительства и промышленности Охлопков возвращается домой в Якутию и по приезду избирается первым секретарем Кобяйского райкома партии. Спустя полгода Николая Семеновича назначают заместителем председателя Совета министров республики. Ему тогда было всего 36 лет. Годы работы Николая Семеновича в правительстве связаны с небывалым социально-экономическим развитием республики. Ну вот Николай Семенович отвечал за эти вопросы в правительстве Якутской республики, как зампредседателя. Я в Якутском обкове партии. Ну из славных дел того периода можно было бы назвать много, конечно, различных и строек, и направлений, но главное все-таки я бы выделил становление крупнопанельного домостроения. Именно тогда это происходило. Это дело совершенно новое, на вечной мерзлоте, в суровых условиях, крайне низких и зимних температур, стыки, панели и прочее. Было много трудностей, сложных вопросов, были противники. Но, значит, много нам приходилось вместе с ним заниматься вот этим делом. Но сейчас жизнь показывает, что это было совершенно правильное направление. Тем более, что сейчас, когда разворачивается национальный проект по доступному жилью, без полносборного домостроения не обойтись. Работалось с Николаем Семеновичем Охлопковым легко и споро, поскольку его самого отличало высокое трудолюбие, высокая самодисциплина, умение довести начатое дело до конца. Но человек он был принципиальным, умел потребовать. Строить на этой холодной земле непросто. Прежде надо точно определить место для сваи, сделать их прочными и надежными, перехитрить коварную вечную мерзлоту. Еще одна проблема – качество строительства. В этих домах людям должно быть тепло и в 50-ти градусный мороз. В 1972 году мы начали, скажем, строить крупные полярные дома, это бессиарского производства. Ну, мы тут, конечно, быстро начали. Успойли за год два строительства крупнопанельных домов. В то время было, конечно, такое, что нужно было доказать необходимость всех этих строек и коммунальных объектов. И он это мог. В Москве надо было доказывать, в Госплане, в правительстве. И все вопросы эти решались. Мне очень повезло. И нашим всем ребятам, которые с ним работали, он всегда за нами следил. И всех нас всегда говорил, ребята, наберетесь опыта. И все, кто у него работали в его аппарате, все нашли свое место. 70-е и 80-е годы прошлого века – это период наивысшего подъема капитального строительства в республике. Много новостроек в Якутии, в деревнях, в золото- и алмазодобывающих районах проведено под его руководством. Завершено создание Западно-Якутского территориального производственного комплекса и шло формирование Южно-Якутского территориального производственного комплекса. Во всем этом большая заслуга Николая Семеновича Охлопкова, как руководителя и организатора строительства тех лет. Николай Семенович был очень интеллигентным человеком, очень знающим свое дело руководителем. И он так хорошо относился к своим коллегам, ну и к нам по сравнению с ним, когда мы пришли работать в Госплан. Я пришла туда в 1972 году. Конечно, я была молодым специалистом. И я очень долго сидела инженером, старшим инженером в отделе капитального строительства. Лет через 8-10, наверное, я стала начальником отдела. И все эти годы, поскольку вопросы капитального строительства проходили через наш отдел, мне пришлось работать с ним очень вплотную. Очень интересный, очень интеллигентный. И так по-доброму относился к своим коллегам. Всегда интересовался личной жизнью своих даже молодых сотрудников. Всегда старался чем-то помочь. И вот уже с высоты, наверное, своих лет, хочу сказать, что таких людей очень мало. Хочется отметить абсолютное спокойствие Николая Семеновича. По-моему, его ничем нельзя было вывести. На работе же всякое случалось. И при той большой нагрузке, которую он имел на своей работе, он никогда из себя не выходил. И вот находясь на всяких должностях своей работы, иногда бываешь, что взрываешься, может быть, характер такой другой. Я всегда вспоминаю старшее наше поколение, как же все-таки они умели работать с кадрами. Очень добрый был. Он говорит, людям очень тяжело жить. И поэтому старался всячески помочь. И когда уже его не стало, очень часто мы встречаем людей, которые говорят, вот говорят, а ваш папа, вот такой был человек, вот так он нам помог, умел выслушать. И даже если вот просто поговоришь, говорят, с ним, становится легче. Семье был очень предан, очень предан. В каком плане. Всегда, ну, я чувствовала, забота такая. Соединил, значит, меня с Марией Егоровной. Мария Егоровна тоже была такая симпатичная, такая интеллигентная всегда. Культурная. Они оба были очень культурные. В этом они как-то вот были с кожей. Я не знаю вот таких изнутри культурных, как они. Не знаю. А доброта, это не скажешь. Ни у кого нет такого. Всем пытался помочь. Всем. Как может, чем может. Руководители города, республики общались непосредственно с нами, с рабочим классом. Это для нас было очень-очень нужное. Если бы мы сами по себе, это уже не годится. Потому что мы, пусть даже будет простой, любой рабочий, он должен быть в курсе дела. Знать, что творится, не то, что в черте города или в Якутстрое, но в республике. Относительно, например, Охлопкова Николая Семировича, я, конечно, не то, что с ним, мне посетили встречаться на сессии Верховного Совета и приемного обкома партии. Часенько мы, конечно, беседовали. Он человек очень высокой культуры. И обладал он чистым языком. Если по-якустски когда-нибудь он с кем-нибудь разговаривал, очень редко применял русский язык. А вот русский язык, он окончательно владел. И никакого акцента. Чисто русский язык. Высокоредированный, опытный работник, умеющий глубоко и критически анализировать результаты работы, Николай Семенович Охлопков большое внимание уделяет устранению имеющихся в капитальном строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве республики недостатков. Без него не обходилось ни одно значимое собрание. Вот когда у нас разные партийные конференции были, сессии были, и вот когда Николай Семенович, он ответственный областной комитет партии, правительство, мы радовались, поскольку его ждали. Он не просто представитель, он еще как старший товарищ, он должен нам посоветовать. Мы могли бы ошибку допускать, подборы кадров, подготовку к ответственным документам. Он всегда лично смотрел, лично культурно говорил, вносил поправки. Если чувствовал, что какие-то трудности будут, он умел переговорить даже с такими реальными критиками с мест, людей. И после встречи с Николаем Семеновичем, эти люди, они понимали действительно положение дел в районе и республике. Куда только не заносит жизнь человека. Кажется, еще только вчера обжигали ноги раскаленные пески пустыни на трассе Бухара-Урал. А вот уже скрипят снега и кутии под ногами людей голубого огня. Так называют газопроводчиков. Скоро новый газопровод из Усть-Цевилюя придет в Якутск. В первую очередь дали газ ГРЭС, ТЭЦ, так? А потом уже начали создание баз жидкого газа. В первую очередь, значит, Алдан появился, да? Жидкий газ. Там, значит, баллонами использовали. А потом в Нерингурии появился строительство Обама. Николай Семенович, значит, очень-очень беспокоился о росте национальных кадров. Кстати, мы оканчивали Куйбышевский индустриальный институт. Вот Петя Уваров, Таяхов Алексей, так, вот Гриша Степанов, я и Валерий Иванов. Это все мы газовики, нефтяники. И вот это все мои дети Николая Семеновича, как говорится. Это он всех нас таскал, все учил, как говорится, чтобы мы росли и были нужными людьми для республики. Николай Семенович был настоящим профессионалом. Пользовался большим авторитетом и воспитал целую плеяду строителей-руководителей нового поколения. Решая вопросы строительства Вилюйской ГЭС, Якутской ГРЭС, депутатского ГОКа, строительства Амура-Якутской железной магистрали, Охлопков внес значительный вклад в формирование Южно-Якутского комплекса и города Нерингре, самого красивого и благоустроенного шахтерского города Российской Федерации. Все строительство, которое у нас шло в Южной Якутии, в Западной Якутии, в Восточной Якутии, все это шло через наше правительство. А в правительстве был Николай Семенович по строительству, главный строитель. Очень много, конечно, мы решали, как строить город Нерингре, как его все эти вопросы вместе с ним, с Николаем Семеновичем сюда ездили. Там решали каждый домик, куда поставить, как его сделать, как все его улучшить. Все эти вопросы решались мы вместе с ним. Я главный архитектор был, а он главный строитель был республики. И поэтому, фактически, все эти вопросы решались через него. Он очень такой требовательный был, во-первых. Во-вторых, с точки зрения того, что если не выполнял, он очень, значит, там, сердился и так далее. Вот сколько раз мы с ним встречались, что он говорил тебе выговор. И спросил, выговор он мне, ну, так вот, говорил официально, но не официально, а фактически так. Вот ты не сделал то-то, 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 ну, давай тебе выговор. Николай Семенович Охлопков увековечил имя своими делами и добрым, чётким отношением к людям. Народная мудрость гласит, человек жив, пока его помнят. Благодарные люди хранят его светлый образ, а семья трепетно чтит память об отце. Сейчас новые традиции у нас, вот, когда имя отца присвоено было Намской областной гимназии, мы учредили семейную премию лучшему выпускнику гимназии. Вот уже 16 лет, вручаем каждый год. А после того, как Тюбинской школе присвоили имя нашей мамы, значит, мы и там тоже учредили семейную премию, но там уже лучшему ученику, лучшему учителю. Касаются руки холодного камня, на котором изображён знакомый портрет. Как в жизни, спокоен взгляд Николая Семёновича, по-прежнему на его лице доброжелательная полуулыбка. Всё говорит о его силе и мудрости. Таким он был и в быту, и на работе. Сегодня он в камне, в цветах, в дожде, в дыхании ветра, и в памяти всех, кто знал его, любил и уважал. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»